привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и сегодня мы обсудим один любопытный вопрос который нам задал наш подписчик максим ковалев из хабаровска а вопрос звучит так пусть имеются стропила которые опираются на стены но если на крышу выпал снег то понятно что эту нагрузку стропила передают на стены в том числе и так что она их начинает распирать и спрашивается правда ли что когда между стропилами вставлен фиксирующий ригель вот таким образом распирающая нагрузка на стены из-за этого только увеличивается а не уменьшается хотя это кажется на первый взгляд парадоксальным ну и сначала мы обсудим простую школьную задачку про стропила а потом уже перейдем и к этой более сложной и вот здесь у меня имеются такие стропила которые шарнир нас однины на коньке я их устанавливаю и подвешиваю груз на конек и спрашиваю какая дополнительная сила вызванная этим грузом теперь распирает стенки и эту задачу я сначала решу теоретически а потом мы проверим результат в эксперименте и силу которая приложена коньку где будет удобно обозначить как 2f чтобы на каждую половинку приходилось сила f и это будет сила вертикальной реакции опоры а нам надо найти горизонтальную реакцию но есть сила с которой балка давит на стену и сила с которой стена давит на балку вот я эту силу обозначил здесь через н ну и для равновесия понятно что вторая балка должна давить с такой же силой н в противоположном направлении и силы у меня сейчас все уравновешены но нужно еще чтобы были уравновешены моменты этих сил ну сила f действует на плечо а ее момент равен f а а сила n крутит в обратную сторону приложенной к плечу аж ее момент н аж вот у нас получилось уравнение моментов и отсюда мы находим это f умножить на поделить на аж ну в той установке которые вам показывал высота аж составляла 16 сантиметров а 25 сантиметров половина размаха между стенами но когда делим одно на другое получаем 156 f и сейчас мы это проверим на опыте и теперь балка одним концом упирается в датчик силы и еще важное дополнение под ней лежит гладкая металлическая пластинка чтобы балка не въедалась в деревянную опору под ней и вся сила приходилось на датчик ну здесь у меня стоит груз в два килограмма массой на каждую половину будет приходиться по килограмму что касается распирающей силы теория для этой геометрии предсказывала коэффициент 1 56 значит одна целая пятьдесят шесть сотых килограмма силы в распор на каждую сторону ну переведем в ньютон и надо умножить на девять и восемь получаем 15 целых три десятых ньютона теперь я беру груз подвешивая его и мы видим великолепное согласие теории с экспериментом ну в пределах погрешности конечно а если на крышу выпал снег то силу действующую на каждый скат мы должны приложить теперь к середине балки ну соответственно плечо этой силы уменьшится в два раза вместо а станет а пополам и у нас формуле появится двойка вот здесь в знаменателе и еще я должен сказать что когда аж мало по сравнению с а эта дробь становится весьма большой распирающая сила может стать много больше силы которая давит на крышу сверху и это все очень похоже на ситуацию которая обсуждалась в нашем ролике под названием веревочная машина я очень таки рекомендую вам его посмотреть а теперь давайте добавим к стропилам ригель и из простой школьной задачи такая задача становится весьма сложной она статически неопределима и такие дела обсуждаются в курсе сопромата но я не буду сейчас писать никаких уравнений а поделюсь с вами простыми качественными соображениями вот я сделал такую модель стропил из плотных картонных полосок чтобы они хорошо сгибались при опыте и посмотрите когда на стропилы приходится некоторая нагрузка их средние точки не просто уходят вниз при прогибе но еще и немного сходится к оси системы а когда мы вставляем между стропилами ригель он не дает этим точкам сходиться и значит создает дополнительный распор который и передается на стены теперь я сделаю опыт в живой физике сначала со стропилами без ригеля нагрузка на всю крышу будет составлять 110 ньютонов запускаем эксперимент стропила прогибаются ждем пока колебания успокоиться и вот вертикальная нагрузка на каждую опору равна 55 ньютонам а нагрузка в распор составляет 68 ньютонов в соответствии с расчетами из первой части нашего ролика а теперь сделаем такой же опыт но с ригелем вертикальная нагрузка на каждую опору как и положено опять составляет 55 ньютонов а вот распирающее усилие увеличилось 68 до 105 ньютонов больше чем в полтора раза а теперь я сделаю эксперимент с этими тонкими стропилами и ригелем на нашем испытательном стенде и я предварительно обнуляют датчик как это делалось и в первом опыте чтобы записывать только ту распирающую нагрузку которая будет создана грузами установка дрожит и показания датчика тоже дрожат вблизи нуля а теперь я подвешиваю грузы каждый по 20 граммов к серединам стропил и показания датчика распор который создает грузы составляет чуть больше 32 граммов силы ну а теперь ключевой опыт я перерезаю ригель и показания уменьшились до 22 граммов и вот не только в живой физике но и в натурном эксперименте мы получили что распор с ригелем в полтора раза больше чем распор без ригеля как бы это ни казалось парадоксальным всегда сердечно радует согласие теории эксперимента но возникает вопрос почему же андрей не использовал для опыта ту установку которую он показывал в начале этого ролика давайте же произведем эксперимент и с ней сначала сделаем опыт без ригеля обнуляю датчик и подвешиваю килограммовые грузы на стропила и мы видим что распирающая нагрузка на стены составляет 700 граммов силы а теперь сделаем тот же опыт но уже с ригелем зануляют датчик подвешиваю грузы и мы видим что распирающая сила уменьшилась до трехсот тридцати граммов и вот на этой установке которая гораздо больше похоже на настоящий стропила с ригелем мы получили не увеличение распирающие силы в полтора раза как в опыте андрея а уменьшение этой силой в два с лишним раза так в чем же тут дело и чем же руководствоваться на практике строителям вот в чем вопрос вот на этот вопрос мы предлагаем вам ответить и написать свои соображения под этим роликом а сейчас спасибо вам за внимание